Всем здорова, плюс 37, жарища жуткое, лето в самом разгаре, но в отпуск уходить рановастенько. Почему? Правильно, потому что скоро нам всем опять нужно будет непроевыборы. Если вы думали, что можно просто выбрать президента и сразу все наладится, то нет, потому что один в поле не войн, тем более, когда за спиной еще 450 орущих не в попад генералов. Так что наша песня хороша, начинай сначала, парламентские непроевыборы, поехали! Что бы ты выбрал? Средина июля, жарища, пляжик, девчата, пивасик, морька холодная, чебуреки или пойти проголосовать? Я херю знаю. Проголосовать, конечно. Девочка, это, конечно, хорошо, но голосовать надо. Море. Голосовать? Конечно, море. Конечно, в середину июля пляжик, море, пиво. А чего? Не, ну, не аргумент. Не, ну, что, ну, не аргумент. Ну, да. Проголосовать, конечно. Серьезно? Да. Умничка, а обосновь? Ну, от этого многое зависит в нашей стране. То, что, если мы им, как Кузьма сказал, не дамо, то кроме нас, все никто не сделает. Как это, почему? Потому что надо голосовать идти. Потому что надо быть гнидой, чтобы не голосовать. Сначала проголосовать, потом все остальное. Можешь перенести отдых и пляж. Проголосовать. 21 июля. Пройти проголосовать, конечно же. Пройти проголосовать. А потом пойти на пляж. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что выбрали вы? Пляжик? Девочки ходят, девочки брутят. Класс, да. Круто. Или пройти проголосовать? Ну, я думаю, лучше проголосовать. Пройти проголосовать. И то, и то. Пиво. Бухать. Лучше бухать. Пляжик, солнце, лето, жара. Можно и проголосовать. Пляжик, кальянчик, слабоалкоголочка, пивасик, морька. Или пойти проголосовать. Пройти проголосовать? Смотря за кого. Не, ну просто. Тогда лучше пивасик, морька, кальянчик. Пойти проголосовать. Пляжик. А что? Ну, я уже проголосовал потом. Парламентский. А, парламентский. Все равно пляжик. Проголосовать. Как вы видите, нужно опять провести небольшой образовательный ликбез. Как стать полноценным гражданином своей страны. Чем мы с вами сейчас и займемся. Итак, для начала себя нужно проверить, где? Макс, где? В списках эспирателей. Моя умничка. Видите, оператор сразу видно смотрел все выпуски «Непро и выборы». Сделать это можно, у кого короткая память, вот здесь вот. 325 604 человека сменили место голосования перед вторым туром. Президентских выборов. И это ни хрена себе, какая гражданская активность, господа. И все, поздравляю. Нас услышали. Сейчас объясню почему. Помните, как у нас в реестре избиратели требовали справки с работы, с места учебы и так далее. Так вот все. Этого больше не нужно. За что я люблю наш народ, так это за то, что мы так задолбали ЦВК очередями, что теперь достаточно только паспорта. Вот это адекватный эффект толпы. Но сделать это нужно все до 15 июля. До 15 июля. Макс, за какого числа? До 15 июля. Молодцы. Сейчас на сайте изменило место голосования всего лишь 12 тысяч человек. Это очень слабый результат. Но это пока. Я в вас уверен. Да я же за вас переживаю. Не хочу, чтобы вы по такой жаре парились в каких-то государственных учреждениях. Лучше потратьте это время на что-то полезное. На безделие, например. Помните, как раньше в школе нам давали задания на лето? Так вот, давайте себя почувствуем опять школьниками. И сделаем самое важное задание этого лета, которое называется «Непрайвыборы». Потому что выиграть битву, это еще не значит выиграть войну. Посадить картошку, это еще не значит собрать урожай. Итак, мы аграрная страна. Давайте в этом году сделаем так, чтобы урожай уродился. А еще, пока не забыл. Те, кто поменяли место голосования, могут голосовать только за партию, а не за отдельных депутатов, идущих по мажоритарке. Что такое мажоритарка, я расскажу в следующем выпуске. И еще, стой, подожди, не выключайте. Плюс 37, средняя температура воздуха. Пожалуйста, видите собачек, дайте им попить. Им очень хочется пить. Давайте сохранять животных, не прои собачек. И отмечайте меня в сторис. Русик, давай, счастливо, выключай. Русик, давай, счастливо, выключай.